Таджикистан Как сообщает российская газета, документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов Сегодня единственное ограничение для трудовых мигрантов на работу в России по патенту – это цена самого патента Если в регионе считают, что трудовые мигранты им не нужны, цена завышается настолько, что не каждый мигрант может оплатить его получение Миграционный отдел по городу Ангарску не принимали документы на патенты В случае необходимости рабочей силы цена снижается до минимума В Минтруде же посчитали, что такого рода заградительного механизма недостаточно и предложили новый Моему докладу договорились о том, какие аспекты Регионам дадут право составлять список профессий, по которым можно будет трудиться мигрантам с патентами Если иностранец не обладает внесенной в перечень специальностью, то получить патент будет невозможно Правительство Таджикистана выделило около 1 миллиона долларов из государственного бюджета на восстановление храма огнепоклонников в городе Истаровшан на севере страны Специалист по охране исторических памятников отдела культуры города Истаровшан Боротбой Джумаев прокомментировал журналистам данное решение Данное культовое сооружение зарастрийцев сохранилось еще с V века до н.э. На холме Муг, где в древние времена располагалась крепость резиденция местного правителя до наших дней, кроме развалин храма зарастрийцев, сохранились лишь ворота с куполом и колоннами по бокам, сообщил он На реставрацию крепости Муг из бюджета страны было выделено около 1 миллиона долларов Данной суммы оказалось недостаточно и для завершения реставрационных работ привлекли финансовую помощь местных предпринимателей Работы по восстановлению древней крепости и храма огнепоклонников планируется завершить ко дню национального единства, который состоится 27 июня Напомним, что президент Рахмон неоднократно делал одобрительные заявления в адрес зарастризма, продвигая мысль о том, что огнепоклонство является древней религией таджиков В ФСБ России отчиталось о задержании в Калининграде трудовых мигрантов из Центральной Азии по обвинению в терроризме По заявлению силовиков, группа трудовых мигрантов из Центральной Азии занималась вербовкой людей в ряды повстанческих групп в Сирии Установлено, что двое из задержанных посредством закрытых каналов в популярных коммуникационных приложениях, в том числе мессенджер Телеграм, поддерживали контакт с непосредственными участниками вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики По указанию которых осуществляли склонения жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, к участию в деятельности Джамат Таухид Вальджихад, говорится в сообщении ФСБ В интернете опубликовано видеооперации по задержанию трудовых мигрантов По информации сайта Agonia.ru, ФСБ на фоне масштабной кампании Роскомнадзора по блокировке Телеграм в России стала регулярно выкладывать отчеты о задержании подозреваемых в участии в вооруженных группировках, делая акцент на то, что якобы для связи они использовали именно данный мессенджер Напомним, что в последние годы российские спецслужбы отработали механизм фабрикации уголовных дел в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии Причем последние месяцы были особенно насыщены аналогичными отчетами силовиков об операциях на Ямале, в республиках Дагестан и Татарстан, Омской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Ставропольском крае Эксперты отмечают, что активизация фабрикаций может быть связана с желанием Кремля отвлечь население страны от протестной активности, в которую вовлекается все больше и больше россиян Дима, Дима, Дима!